Продолжение следует... Начну уже по теме нашего сегодняшнего вебинара. Есть первые плюсики. Отлично. Ну что ж, давненько мы с вами не собирались в этой комнате. Последний раз был розыгрыш у нас в статистике долларов. Скоро будет следующий. Но, в общем-то, здорово, что сегодня собрались. И повод у нас самый что ни на есть важный. Это первые три месяца работы специального проекта «Благодарительный марафон». Минули совсем недавно. И вот сейчас прошло уже еще неделька почти. Будут у нас истекать первые места. Ну и все, что с этим связано, хотелось бы на самом деле об этом поговорить. Прежде чем мы поговорим о марафоне, хочу вам напомнить то, что сейчас у нас проходит суперакция в связи с известным всем вам праздником. Восьмое марта компания решила сделать удвоенный бонус для всех новичков, во-первых, которые регистрируются в Whole World. За свою активацию они получают гарантированный бонус в размере 20 долларов, которые могут тут же потратить на подключение услуги бизнес-автомат. То есть для них она будет на 20 долларов дешевле любой пакет стоить. Ну и, конечно же, это вознаграждение досталось всем уже активным участникам. То есть не только новичкам оно достанется до 15 марта, но и всем вам, кто уже активировал свой аккаунт ранее, тоже 20 долларов компания выдала. И вы можете их использовать, но если только успеете, пока все места в бизнес-автомате не разберут. Такое бывает. Да, их количество ограничено, всего 350 мест могут одновременно быть подключены, поэтому смотрите сами. И второй конкурс, который у нас проходит сейчас, это у нас конкурс ВКонтакте. Конкурс репостов, который вы можете в официальной группе ВКонтакте увидеть. Здесь он у нас немножко затянулся из-за небольшой опечатки. Хотели бы мы сделать 1 марта розыгрыш, но получилось 1 апреля. И, как оказалось, эта опечатка была поздно обнаружена, и мы уже не имели возможности ее откорректировать. Поэтому будем делать розыгрыш 1 апреля. Но ничего страшного, 150 долларов разыграем. Правила можете здесь все прочитать, они доступны. Вот видите, уже почти 10 тысяч лайков набралось, 6 тысяч репостов. Ну, будет борьба за призы отличная. Но, тем не менее, решили мы вот такую подачу пропагандировать сейчас. На наш взгляд, многие в интернете знакомы с брендом Whole World, слышали где-то, может быть, даже регистрировались, хотели участвовать. Но на тот момент, когда они знакомились с маркетингом, не было никакого другого варианта участия, кроме как оплата 100 долларов. Ну, и для многих эта сумма на тот момент могла быть весомой, да, то есть не могли они участвовать, позволить себе. А сейчас, с включением специального проекта «Благодарительный марафон», у нас теперь появилась возможность войти с 35 долларов. И это очень доступная сумма, поэтому вот такой конкурс репостов мы сделали. Кроме того, такие баннеры есть в базе знаний, вы их тоже можете использовать. Ну, ладно, быстренько ознакомились с акциями. Если что-то будут вопросы, вы можете их здесь писать, я потом увижу. Ну, и целенаправленно вернусь к вопросам уже в самом конце нашего вебинара. И отвечу на них по возможности более полно для каждого из вас. Так, еще одна интересная новость, не знаю, многие ли знают и в курсе, следят, то, что практически завершена работа над обновленным сайтом благотворительного фонда «Всем миром». Вот, но новость мы пока еще не публиковали, поскольку все-таки она не до конца еще завершена, но вам я уже об этом расскажу. То есть сайт получился действительно свеженьким, современным и ориентированным под мобильные устройства. Он хорошо тут себя чувствует, если его с мобильного открывать. Единственный нюанс, который еще здесь присутствует, ну, не все, во-первых, тут разделы, по-моему, опубликованы, которые хотели опубликовать администраторы фонда. Вот, и есть важная такая проблемка, которая еще не до конца решена, это на новый движок сайта пока не передаются транзакции от нашей системы. То есть, видите, здесь только в рублях, да, и нету ни по 50, ни по 10 долларов от марафона, здесь транзакций пока нету. Вот, но на этой неделе, я думаю, что все здесь запустится, и все будет уже отлично. Вот, мы, конечно же, сразу оповестим вас, как только это заработает. Так, что еще здесь интересного? Важный момент, то, что у фонда появился адрес другой, wholeworld.fond. Или фонд, как он читается правильно по-английски, но это брендовый адрес такой, фонд его выкупил, и теперь wholeworld.fond будет, наверное, центральным адресом. Ну, пока что он работает на англоязычной версии сайта, на русскоязычной www.ru, но я думаю, что wholeworld.fond будет скоро единым таким доменом для русско-английской версии, что будет подчеркивать еще более серьезность в международном масштабе, буквально организация всем миром. Что еще нас с вами ждет касаемо обновленного портала фонда? Помните, мы с вами говорили о таком термине, как прямой фондрайзинг, и мы говорили, что включение прямого фондрайзинга очень сильно мы ждем, потому что оно способно в корне изменить отношения различных скептиков, в том числе к нашей фондрайзинговой программе, wholeworld, бизнес-программе, да, потому что, ну что такое прямой фондрайзинг? Это возможность получать вознаграждение за прямые пожертвования в благотворительный фонд всем миром. То есть сейчас партнерский фондрайзинг, особенность партнерского фондрайзинга заключается в том, что пожертвования в финансовую помощь в благотворительный фонд всем миром отчисляется в тот момент, когда кто-то хочет присоединиться к нашей программе, то есть кто хочет стать таким же фондрайзером. Ну, то есть получается фондрайзеры приглашают фондрайзеров, и кто-то любит говорить, что, ну, это как-то вот похоже на финансовые пирамиды там какие-то, да, и так далее, и так далее. То есть, ну, вот в этом ищут они какой-то негатив. Когда будет прямой фондрайзинг, то для того, чтобы зарабатывать на именно фондрайзинге, на привлечение благотворительных средств в пользу фонда, не обязательно будет даже самому оказывать эту самую финансовую помощь на этот статус бизнес. То есть, ну, и не обязательно будет привлекать таких же, как вы, фондрайзеров. Вот самая главная мысль, да. То, что вы просто сможете параллельно с активной деятельностью по популяризации программы Homeworld партнерского фондрайзинга, сможете еще и популяризировать сам сайт фонда, сможете показывать детей, которым нужна помощь, да, и будете получать определенные вознаграждения от фонда именно по прямому фондрайзингу за все привлеченные пожертвования именно прямого характера. То есть, от людей, которые просто зашли на сайт фонда по вашей ссылочке и с вашей помощью, по сути, дети получили определенную помощь. Вот это будет прямой фондрайзинг. Пока, конечно, еще до этого нужно подождать, но, как говорилось, да, то, что сначала обновится сайт фонда, и следующим шагом уже будет развиваться прямой фондрайзинг, поэтому мы, соответственно, его уже ждем. Ну, возможно, будет интеграция с личным кабинетом Homeworld произведена, вознаграждения вам будут начисляться прямо в ваш личный кабинет, прямо на ваши кошельки привязанные, то есть здесь все будет работать очень четко. Вот, как только программа будет запущена, ну, или близко к тому подойдем, то, конечно, дополнительно в новостях и на вебинаре это все подробненько-подробненько разберем. Ну, будет интересно, я думаю. И, конечно, это придаст еще большей глобальности нашему фондрайзинговому движению. Так, а теперь поговорим непосредственно о благотворительном марафоне, специальный проект, который был запущен у нас в конце ноября в честь семилетия проекта Homeworld. И можно уже подводить определенные итоги. Сразу скажу, что благотворительный марафон запустился и функционирует отлично. То есть у нас не произошло никаких технических коллапсов, никаких серьезных технических ошибок. Ну, да, какие-то мелкие недочеты в процессе, конечно же, возникали, там выявлялись, устранялись, и до сих пор все еще улучшается. То есть процесс совершенствования он бесконечный, может быть. Но в целом все отлично. И самое главное, это отличные результаты, потому что более 30 тысяч долларов уже на сегодняшний день только от марафона удалось направить в благотворительный фонд всем миром. Это весомый результат. И он будет, конечно же, только расти, потому что уменьшаться он просто уже математически не может. Вот, есть, конечно же, у нас с вами небольшой такой тормоз, который заключается в том, что пока у нас презентация марафона представлена только вот в таких вот слайдах. Ну, и читать слайды не все любят, хотя, конечно, читать полезно и смотреть картинки, чтобы голова работала. Но это не у всех получается, как практика показывает. И мы, конечно же, готовим, уже начали думать над тем, чтобы сделать хорошую видеопрезентацию, такую же хорошую, как у нас презентована сама благотворительная эстафета, то есть основная программа, там есть сертификаты, и, в общем-то, нам эти видео известны. Сделать эти видео на различных языках, и будет очень-очень хорошо, поскольку марафон станет доступнее и понятнее для большого количества людей, тех, кто каким-то причинам не может или не хочет ознакомиться с письменной презентацией. Мы, конечно же, у вас еще спросим по поводу ваших мыслей о том, что стоило бы добавить в видеопрезентацию, на что стоило бы сделать какой-то акцент, может, как-то по-другому преподнести, потому что вот эти три месяца, они, конечно, очень полезную роль сыграли, поскольку видно стало, на что люди больше внимания обращают, что не понимают, где им надо что-то по-другому преподнести, что-то объяснить, какие другие акценты сделаются. Вот поэтому очень хорошо, что мы не стали делать полноценную видеопрезентацию на самом старте, а подождали, и сейчас уже можем это с таким уже трезвым взглядом на маркетинг марафона все это преподнести так, чтобы все было хорошо. Так, ну ладно, о видеопрезентации поговорим с вами отдельно еще в ближайшие дни и начнем ее делать. Ну, как вы понимаете, это будет уже такой намного больший приток в благословительный марафон, как только она запустится, и те, кто сейчас в нем находится, те, кто смог, кому повезло занять такие выгодные позиции, они будут в еще большем преимуществе находиться, но если, конечно, они эти позиции не профукают в ближайшие дни, когда они удалятся. Вот, ладно, об этом мы тоже сейчас поговорим. Есть еще один нюанс, который... Так, это не будем разбирать сегодня. Есть еще один нюанс, это топ-10. Топ-10, да? Рейтинг наш с вами лучших фандрайзеров ежемесячный, который тоже должен претерпеть определенные изменения в связи с тем, что, ну, как вы понимаете, сейчас пошел большой акцент на именно программу в благотворительный марафон, и количество людей, которые начинают свой бизнес именно с 35 долларов с оказания в марафоне финансовой помощи, их большое количество, но они никаким образом здесь у нас пока не фиксируются. То есть здесь как раньше фиксировались те люди, которые оказывают финансовую помощь на 100 долларов, так они и продолжают здесь фиксироваться. Но это не совсем справедливо, вернее, совсем несправедливо уже, поскольку рейтинг у нас составляется именно на основе привлеченных пожертвований в благотворительный фонд, и рассчитываться он должен совокупно по результатам работы фандрайзера. То есть здесь должны учитываться и обычные благотворители на благотворительной эстафете, и благотворители, которые пришли от благотворительного марафона. И это будет выглядеть у нас примерно вот так вот. Здесь дизайнеры решили немножко пропиарить Ирину Агапу, но это как бы ко мне. Можете ничего не предъявлять, случайно так получилось. В ознакомительных целях. И вот так вот это может быть, даже не может быть, а скорее всего так и будет это выглядеть. То есть будем считать количество лично приглашенных участников, которые оказали финансовую помощь по благотворительной эстафете. Дальше будут у нас считаться личные участники, активировавшие места в благотворительном марафоне. То есть 23 – это не количество личных участников, а количество мест в марафоне, которые активировали личные участники. То есть каждый может активировать неограниченное количество мест, ну или продлили активность, это тоже сюда будет идти в зачет, так же, как и продление активности по эстафете. И волонтеры – это уже такая дополнительная составляющая, которая будет участвовать здесь в случае совпадения результатов по сумме первых двух показателей. И будет считаться, вот здесь вот самая главная цифра – это сумма средств, которые поступили на благотворительность благодаря действиям этого фандрайзера в данном текущем месяце. То есть 6 благотворителей по 50 долларов считается, да, это 300, и 23 по 10 долларов, поскольку от каждого места в марафоне 10 долларов направляется в благотворительный фонд Всемир. И вот эта сумма составляет 130 долларов, у кого-то будет там по-другому, и это все будет сравниваться, и, соответственно, кто будет получать максимальный результат здесь, тот будет на первом месте. Ну и так далее по убыванию. По призам мы там тоже подумаем, там, соответственно, у нас сейчас удвоенные вознаграждения идут, но поскольку сюда будет включаться и буквертный марафон, то, наверное, будут какие-то еще удвоенные вознаграждения, наверное, спонсорские бонусы будут удвоенные, то есть 3 доллара будем удвоевать их для наших лидеров. Вот такие новости, но это, опять же, ждем от техников, они должны доработать, и в ближайшее время представим вам уже обновленный топ-10, ну, я надеюсь, что в марте месяце-то уж точно будем считать по-новому. Так, вернусь, смотрю на чат, чате пока нормально все, слушайте меня. Ну, а теперь давайте посмотрим на, собственно говоря, функционал управления местами в бюджетном марафоне, который претерпел в последние дни, наконец-то, обновление, и выглядит он сейчас, ну, соответственно, вот здесь вот виджет как был, так и остается. Виджеты, кстати, тоже скоро претерпят некоторые изменения, они будут дополнены. Здесь будет выводиться еще и количество истекающих или истекших, ну, мест, у которых истекла активность, которую нужно продлить, вот, чтобы на это внимание было обращено. А также появится виджет благотворительной эстафеты, потому что в наших интересах, чтобы каждый участник участвовал по возможности одновременно и в марафоне, и в эстафете. Вы понимаете, что это наиболее выгодный вариант участия в проекте Whole World, и чтобы всегда все было на виду вот здесь вот под рукой, здесь появится такой же виджет благотворительной эстафете, но он будет, соответственно, свои значения здесь иметь, увидите, только появится. И вот здесь вот давайте разберемся, что нового появилось. Вы не смотрите здесь на значения, это тестовые, соответственно, тут позиции, вот, просто чтобы вам показать, как вообще работает истечение и так далее, и продление. Значит, смотрите, первое, ну, вот здесь вот указано количество дней активности места с возможностью его продления. Причем, смотрите, да, продление работает в любой момент, то есть вы можете продлить место, у которого активность завершается еще через года три, да, ну, понятно, что, скорее всего, у вас такого места не будет, но на всякий случай. То есть неважно, сколько дней осталось до завершения активности, вы ее можете продлить в любой момент. Причем предусмотрено это продление таким образом, чтобы можно было продлить сразу несколько мест, или, то есть, например, можно сразу все места продлить. Понятно, что у вас, скорее всего, их не больше семи, вот, но все равно вот вручную ставить. Можно вручную ставить, ну, например, те, у кого вот остался один день до удаления, да, можно проставить их и продлить. Можно вообще просто продлить одно место. Ну, давайте посмотрим, что будет, если продлить одно место. Вот нажимаем продлить, не будем сейчас продлевать, просто посмотрим, как выглядит функционал продления. И вот он как выглядит. Для продления активности места такого-то на три месяца, то есть на один квартал у нас с вами активность продлевается, необходимо произвести оказание финансовой помощи на сумму 35 долларов, согласно правилам букетного марафона. Вот они здесь, можно на ссылочку кликнуть и с правилами ознакомиться. Причем, смотрите, можно выбрать срок продления активности кратный одному кварталу, то есть кратный трем месяцам, и вплоть до 12 месяцев здесь сразу можно продлить, оказав финансовую помощь на соответствующую сумму. Ну, и если вы выберете три месяца, то дальше просто кликаете на нужную вам платежную систему, производите оказание финансовой помощи, и все. Дальше, через несколько минут, ну или там в зависимости от способа оплаты, через некоторое время, ваша активность, вашего места будет продлена, о чем вы получите уведомления, и это, конечно же, отобразится в том числе и здесь у вас, то есть изменится количество дней. Вот, но это вы, в принципе, видели все. А вот этот вот функционал, который появился совсем недавно, я сейчас хочу вам как раз продемонстрировать. Смотрите, что здесь появилось. Ну, раньше у нас была просто позиция, да, и никому было непонятно, что это вообще такое, ну, что этот номер значит, что такое позиция, да, и что он вам дает. Ну, по большому счету ничего не дает, вы ничего не могли с ним делать, не могли смотреть, как развивается ваша структура, и вот только буквально на прошлой неделе, если не ошибаюсь, техники наши доработали, наконец-то, до удобоваримого вида визуализации этой структуры, и теперь вы можете не просто видеть, сколько получено, сколько упущено вашими местами. Кстати, столбец упущено тоже вот, как выяснилось, не совсем правильно работает, вернее, он вообще никак не работает, здесь нулики у всех стоят, независимо от того, упускали вы финансовую помощь по местам неактивным или не упускали, это тоже еще должны техники исправить. Но это не критично, в принципе. Вот, ну и что можно сделать? Во-первых, вы видите здесь какую-то цифру, то есть структура 466, например, и сколько-то здесь стоит процентик какой-то. Что это вообще такое означает? Это означает, что на 10 уровнях под вашим местом, под каждым из вот этих вот ваших мест, относительно него 10 уровней, если взять, находится вот какое-то количество занятых позиций, то есть занятых ячеек в структуре. И это количество составляет вот это значение в процентах от полностью заполненной структуры под вашим местом. Понимаете, да? Давайте посмотрим, как это выглядит вообще визуально. Вот, слева вот здесь вот панелька управления, вашими местами вы можете посмотреть структуру любого из своих мест, выборов их из списка. Одновременно вам доступен просмотр, раз, два, три, четыре, пяти уровней, но по структуре можно перемещаться вниз, вверх, вправо и влево. Мы сейчас с вами попробуем сделать. Это еще тоже такая достаточно сырая, сырой функционал, который будет понятен, наверное, в первую очередь тем, кто понимает, что такое бинар и имеет пространственное мышление. Но не у всех структуры большие, поэтому пяти уровней вам, в принципе, на одной плоскости будет достаточно. Вот, но смотрите, вот здесь вот интересные показатели, вот это вот в этом столбце, то, что можете на каждом уровне посмотреть, сколько мест у вас занято, сколько процентов, да, и какие уровни сейчас заполняются. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы понимали, что ваша основная цель вообще в марафоне, да, это не просто прийти сюда в марафон, активировать место и через две недели стать миллионером. Такого, возможно, с большой долей вероятности не произойдет, потому что марафон – это все-таки, сами знаете, понятие такое, это длительная дистанция, да, что такое марафон вообще, это бег на такую длинную дистанцию, продолжительный, как правило, да, такой трудоемкий, и не каждый способен с ним справиться. Вот. Здесь, возможно, некоторое подобие есть вот этого понятия, потому что для того, чтобы вам достигнуть своей основной цели, то есть заполнить под вашим, ну, как минимум одним местом, да, у каждого как минимум одно место, может быть, в марафоне, то есть ваша задача – заполнить все 10 уровней под вашим местом, все 10 уровней структуры. И как только это произойдет, это будет означать, что вы получаете каждые три месяца 5 854 доллара с вашей структуры. Если у вас мест несколько, то вам еще интереснее, да, потому что на этом ваша цель не ограничивается, и вы можете заполнять дальше ваши дополнительные места. Вот. Об этом мы тоже еще поговорим, о некоторых лайфхаках, которые почему-то не все знают. Вот. Вот. Но эта табличка, она вам помогает понять, где и что у вас, соответственно, нужно продлевать. Что здесь вообще можно делать? Можно навести на любую ячеечку и увидеть, кто стоит за каждой из этих ячеек. Вот. То есть, смотрите, еще какие здесь условные обозначения. Вообще все условные обозначения будут выведены. Здесь это просто пока некоторые дизайнерские недоработочки, но поэтому мы с вами сейчас на пальцах это все, я вам объясняю, да, но надеюсь, что это понятно. Во-первых, ваши личные места подсвечены, видите, таким ореолом красноватым или оранжевым, вот, поэтому вы можете их понимать, что это ваши личные места, и при наведении на них всегда будет ваш личный аватар появляться. Дальше. Что такое зеленые, а что такое красные ячейки? Ну, как вы понимаете, зеленые – это места, у которых активность уже существует, то есть она не истекает, ее достаточно, вот видите, да, здесь. Активность 538 дней. То есть это зеленая ячейка. Если мы посмотрим на красную ячейку, то видим, что здесь до удаления остался один день. И вот эти вот красные, то есть они еще заняты, но место уже не активно. Это говорит вам о том, что если, ну и вы видите, сколько до удаления у человека, один день до удаления его места, да, то есть по каким-то причинам человека его до сих пор не продлил. вот, но вы со своей колокольни, так сказать, видите, что, ну, к примеру, кого здесь взять? Вот здесь можно посмотреть, да, вот два разных человека, и под ними есть люди, да, смотрите, разные, да, то есть они когда-то их по переливу получили, но, во-первых, они, судя по всему, чего-то не понимают, или, может, просто забыли, или какие-то еще у них есть на это мысли, почему они не продлили до сих пор места. Вот, места, которые находятся в достаточно выгодных позициях, то есть наверху, где-то сверху общей структуры марафона. Вот, что нужно сделать? Нужно просто взять и связаться с ними по имеющимся контактам. Как видите, здесь контакты представлены все, которые человек указал, это и профили в соцсетях, и телефоны, и эмейлы, и скайп, если он у человека будет указан, ну, и, может, что-то еще, тут все это будет указано. То есть вы видите со своей колокольни, что здесь происходит. Кроме того, можете посмотреть еще и ниже. То есть когда вы кликаете на ячеечку, она перемещается сюда, и у вас открывается больший вид, ну, то есть еще нижний уровень. То есть можете кликнуть сюда и переместитесь в эту ячейку, и увидите, что под этим человеком. Но в данном случае под этим человеком ничего нет. Поэтому можете подняться наверх, вот так вот по одному, да, можете подниматься, 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 пока не окажетесь опять вот здесь в своем, в своих позициях. Вот. Желтые ячейки, да, что такое желтые? Ну, это те, у которых осталось менее 10 дней до истечения активности их мест. Соответственно, с этими людьми тоже рационально связываться, чтобы они продлевали активность своих мест вовремя, не допускали их истечения, и не допускали упущенной прибыли. Вот. Вы можете им показать, как выглядит их структура. Ну, смотрите, да. То есть они не могут видеть такой момент. То есть если вы можете видеть все, что ниже вас в вашей структуре, то выше вас вы ничего видеть пока не можете. И, в принципе, наверное, не сможете, потому что мы считаем это не совсем корректным. То есть просматривать структуру вышестоящих партнеров, ну, и вообще любых других партнеров, это некорректно. То есть вам будет доступен просмотр только структуры под вашим личным местом. Но вам будет также доступна ветка ваших вышестоящих партнеров на 10 уровней вверх. Но это будет чисто линия, да, связанных между собой 10 мест. Это ваши вышестоящие спонсоры. Так же, как сейчас в кабинете у вас есть 7 вышестоящих партнеров по сертификату, вот так же будет здесь 10 вышестоящих партнеров по благоразительному марафону. То есть это те люди, которые, в принципе, напрямую заинтересованы в вашем успехе, потому что вы входите в один из уровней их структуры. От них вы можете получать переливы, ну, и им будут доставаться денежные переводы, когда вы или ваши партнеры производят оказание финансовой помощи. То есть, ну, всем взаимовыгодно помогать вам, и вам взаимовыгодно, соответственно, просить помощи у ваших спонсоров. Все это будет тоже доступно. Значит, какая здесь у нас мысль? Давайте сейчас посмотрим, может быть, что-то... Ага, так, пока никаких вопросов толком нету. Вот. Что здесь еще будет, возможно? Реализуем просмотр места просто по поиску, то есть, будет здесь какая-то форма для ввода номера места. Если ваш партнер, например, говорит, я в вашей структуре, да, ну, вот, посмотрите, что там у меня. И вы раз вводите сюда номерочек места, нажимаете поиск, и если вы имеете право на просмотр его структуры, да, можете его посмотреть. Вот. Ну, давайте следующий момент. Что будет, если места не продлить, да? То есть, ну, все хорошо, там все красные, зеленые, ячейки, желтые. А что будет, если места не продлить реально? Будет очень-очень печально, на самом деле, но не для вас, а для того, кто не продлит. Ну, вы единственное, что вы от него очередной перевод не получите, но получите потом от другого, кто встанет на это место. Потому что через 10 дней после истечения активности, если эта активность не будет продлена, то место будет освобождено. То есть, просто превратиться в серую точку, оно будет означать, что оно не занято никем. И это будет, в свою очередь, означать, что на него может попасть любой новичок, который активирует место в буквы на марафоне, вот в этот вот удобный временной момент. И система, согласно правил расстановки мест в марафоне, поставит его на эту позицию. Помните правило, да? То, что система смотрит сверху вниз, слева направо от основного места его информационного спонсора в проекте, спонсора, который участвует в марафоне, разумеется, ближайшего, и ставит это место в ближайшую ячейку пустую. Но, соответственно, если только, ну, если будет ячейка одна свободно, да, а он будет покупать сразу три места, треугольник из трех мест, то здесь, наверное, он не сможет встать, и система будет для него искать сразу три позиции. Хотя, вот, кстати, момент я с техниками обсужу, потому что вот сейчас начал с вами обсуждать, кажется, что он технически-то как раз и не учтен. И может получиться так, что первое место будет, попадет именно куда-то вот в пустую ячейку, да, а под ней уже может быть занят, и у нее треугольничка не получится. Вот этот момент мы обсудим. Так, ну, в любом случае, да, вы понимаете, что сейчас, через пару дней, буквально, когда будут удаляться неактивные, те места, активность которых не была продлена, а их будет около трехсот-четырехсот этих мест, появятся некоторые пустые позиции в уже заполненной структуре. И это будет означать, что новички смогут попадать в эти позиции. То есть для вас это дополнительный такой козырь, с помощью которого вы сможете привлекать еще более интересно новых пользователей, вот под это даже испытать удачу, потому что человек может просто активировать одно место и сразу же попадет в уже заполненную, ну, понятно, что там может быть не полностью заполненную структуру, да, но несколько позиций под ним действительно могут быть, и это круче, чем переливы даже. Вот. Ну, а в целом цель понятна, да, то есть просто полномерно заполнять структуру своего места, своих дополнительных мест, и получать по 5854 доллара на каждое место каждые три месяца. Вот. А теперь давайте посмотрим на лайфхаки. Вот такой слайдик я для вас здесь показал. Это, помните, да, на этапе бронирования мест была возможность выбирать, то есть что вы хотите получить. У вас была возможность забронировать одно, три или семь мест. Это называется золотой треугольник. Ну, может кто-то знаком с этим понятием, а кто-то нет, но теперь знаете. И сейчас я поясню, в чем выгода золотого треугольника, не просто по вот этим вот сугубо таким математическим значениям, это максимальный доход за три месяца, да, там, умноженный на три или умноженный на семь. На самом деле это не в этом основная суть. Поясню я вам на этом вот слайдике. Смотрите. Вот на этом слайде посмотрим. Ну, если у вас одно место, ну, представьте, что у вас вот это вот одно место, да, то понятно, что когда под вами заполняется структура, то вы с каждого места получаете по одному переводу на ваше вот это вот одно место. То есть этот человечек пришел, вы получили один доллар, этот человечек один доллар, ну, и так далее, и так далее. Согласно маркетингу, там, по уровням два, потом три доллара будет у вас возникать, да. Вот. Что такое золотой треугольник? Это вполне легальный лайфхак такой. Ну, в данном маркетинге он легальный, не везде он разрешен, да, но вот в марафоне он разрешен. То, что вы можете взять сразу три или сразу семь, а может быть и больше, там, 15 мест, и занять таким образом не один уровень, а сразу два уровня, да, если одно место плюс два места, это вы сразу два уровня заняли в своей структуре, или семь мест, это вы сразу три уровня заняли, или, может быть, все вот 15 мест, да, это вы заняли четыре уровня, может быть, кто-то и хочет, чтобы там 31 место, да, дальше идет, это вы пять уровней займете. Что вам это дает? Это дает следующее, то, что вот вы этот треугольник заняли, не важно, какой он, а большой, важно, сколько уровней вы таким образом за собой застолбили. И дальше, смотрите, да, по правилам расстановки мест, если у вас, вот, представьте, все вот эти вот зелененькие ячейки, это ваши собственные, да, ваше основное, плюс еще шесть дополнительных мест, вы приглашаете кого-то, то человек, который активирует место или несколько мест, он попадает в первую левую свободную ячейку сверху вниз, то есть сюда, да. Что происходит? С активацией каждого его места вы будете получать многократное количество переводов, то потому что вы заняли многократное количество уровней, да, раз, два, три, то есть вы заняли три уровня, с каждой оплаты по двами вы будете получать в три раза больше переводов. Если вы заняли четыре уровня, то есть 15 мест, вы будете получать в четыре раза больше переводов с каждой оплаты, то есть одна оплата – четыре перевода, ну, в данном случае одна оплата – три перевода. Если это первые уровни под вами заполняются, то есть здесь 1, 1, 1. Дальше ниже начинает, там уже 1, 1, 1, 2. Когда-то будет, что вы 3, 3, 3, то есть одно место активировалось, вы уже там сразу 9 долларов. А люди входят по, опять же, мотивированно входить такими же золотыми треугольниками. И очень прекрасно получается, когда под вами кто-то активирует 3 или 7 мест, умножить на 3 перевода от каждого места. Итого вы получаете 21 перевод, если у вас треугольничек, от такого треугольника. Отлично. Причем они там по 2, по 3 доллара. И здесь можно очень хорошо получать вознаграждение, если вы заранее позаботились именно о таких треугольниках. Но есть свои нюансы в этом всем. То, что это не для тех, кто не готов к активности. То есть это лайфхак, занять много мест. Но, как вы понимаете, если вы пришли и заняли сразу 3 места в структуре своего спонсора, например, вот эти, то справа от вас ячейки пока что еще свободны. А это значит, что если вы рассчитывали на переливы и не готовы были работать самостоятельно, то вам придется ждать этих переливов еще дольше. Потому что пока спонсор ваш или настоящий спонсор заполнит вот этот уровень, пока вот этот уровень, пока вот этот уровень, и пока там до вас доберется до пустых ячеек под вашим треугольником. То есть, понимаете, если вы хотите зарабатывать много и активировать золотые треугольники, то вы должны быть готовы именно к личной активности. И ждать переливов это не для вас. Так, золотые треугольники разобрали. И все-таки, да, о вот этих вот переливов и возможности получать без приглашений в марафоне. Потому что многих очень это возбуждает возможность, именно на нее многие приходят и начинают ждать этих переливов. Но, друзья, вы должны четко для себя понимать разницу между некими гарантиями и такими понятиями, как возможность получать. То есть, возможность, это означает, что да, это возможно, но вам никто не говорит, когда это произойдет, сколько времени придется вам для этого подождать. Никто не может заранее сказать, потому что вот написано, да, таким образом можно дождаться. То есть, действительно, это возможно, никто не отрицает этой возможности математической заполнения всех 10 уровней под вашим местом и получать по 5854 доллара каждые три месяца вообще без приглашений. Да, это действительно возможно, потому что вот как здесь, да, например, упали под вас от вышестоящего партнера два каких-то участника. Упали там от них еще участники, ну и в свою очередь они оказались активными и дальше сами начали заполнять свои ячейки. То есть, вы такой ждун здесь, пассивный, трутень, получаете себе спокойненько свои премиальные переводики, финансовые помощи. Ну, периодически каждые три месяца сами оказываете, продлеваете активность своего места, ну и спокойненько участвуете в марафоне. Да, такое абсолютно возможно. Но это не гарантировано, во-первых, что это действительно случится с вами. И, во-вторых, что не гарантировано то, что вы это получите сразу. То есть, ну, вы должны это понимать, да, то есть пройдет определенное время, когда сложатся именно такие ситуации. Ну, и в конце концов никто не может знать, кто находится над вами, от кого вы будете получать эти переливы. А что если над вами такие же, как вы сами, ждущие переливов? Давайте я... Да, вот смотрите, тут кто-то говорит, да, скорее всего эти 400 человек, которые не продлили, ничего не заработали. Ну, на самом деле мы видим по структуре, что это не так. Они заработали. Но они заработали не столько, сколько, наверное, себе представляли, да. То есть, может быть, они думали, что они сейчас войдут, срубят по 5000 долларов, ну, а дальше там, ну, 35 выделят для продления, да. И опять же, это говорит о непонимании того, что марафон – это именно система, которая даст, она гарантированно, ну, нет, слово гарантированно, простите, я уберу отсюда, да. То есть, она обязательно даст результат, но его придется подождать. То есть, даже у самых сильных лидеров сейчас нету полностью заполненных структур, потому что заполнение, оно неоднородное. Какая-то ветка заполняется быстрее, какая-то медленнее, в какую-то сторону вы даете переливы, потому что там никто не работает, да. А какая-то страна у вас сама развивается. То есть, неоднородное заполнение бинара – это классическая такая ситуация, вот. Вы видели, я вам показывал вот тут, да, например, то, что взять вот этих вот людей. Смотрите. Вот Филипп Бургон из замечательного королевства Великобритании, да. Что вот этот вот товарищ, у него одно место, да, смотрите, одно место. Под ним заполнено сколько, друзья? Посмотрите, сколько под ним заполнено. Почти, ну, то есть, под ним четвертый уровень уже начал заполняться. И вот этот товарищ, он, значит, не хочет продлевать место, потому что он не заработал 5000 долларов. Но этот товарищ не понимает, что под ним уже пошел процесс заполнения структурой. То есть, этот процесс просто надо продлить. Его надо подольше ждать, и она будет заполняться еще дальше и дальше. Это же то, о чем, в принципе, только мечтать можно. Это та самая особенность марафона, ради которой он и существует. То, что под вами заполняется структура, он ничего не делает. Что думаете, он сам приглашал вот этих вот людей из России? Да нет, конечно же, они упали ему по переливу. Людей, которых он вообще не знал, да? Вот эти вот товарищи тоже. Им, конечно, еще только предстоит продлевать. Вот этот товарищ, Светлана, полагаю, под ней тоже, как вы видите, да, вот, под ней тоже структура растет. Но она до сих пор не продлила место. Почему? Непонятно. Ну, скорее всего, присутствует стойкое непонимание. Может быть, человек обижен, что слишком медленно поступают переливы, да? Ну, тут много можно раз возмущаться и удивляться. Но я бы был доволен, конечно, если бы подо мной вот такое вот случилось и началось бы расти структура. Ну, и ладно, как бы, неумные люди здесь не нужны, то есть очень хорошо система очищает структуру от неумных людей и заполняет ее теми, кто умный. Сохраняет их, так сказать, там, да? Ну, вот, давайте вопрос вам такой, да? А вот вы в какой структуре хотите вообще быть? У вас два варианта ответов. Вы хотите быть в структуре, где все активно приглашают, или в структуре, где все ждут переливок? Напишите циферку, вот один или два. То есть один вы хотите быть в активной структуре, а два вы хотите быть в структуре, где все ждут переливов. Напишите, пожалуйста. Странно, правда? Почему-то никто не хочет пока быть в структуре, где все ждут переливов. Вот, к чему я вообще говорю-то это, друзья. Чтобы быть в структуре, где все приглашают, нужно начать с себя. Вы не должны в этой структуре ждать переливов. И знаете, что получается? Что такой интересный парадокс. Переливы – это вроде бы как такой козырь, бонус, пассивность, получение на пассиве дохода. Вы ничего не делаете, но получаете переливы. Но весь фокус в том, что переливы падают как водопад настолько активно, что вы просто мечтать об этом можете. Только в той структуре, где все активно приглашают, где никто не ждет переливов. И вот там появляются переливы. Вот в чем фишка, друзья. Если никто не ждет переливов, то в этой структуре переливы просто бьют ключом. Если только вы приходите ждать переливов, и под вас падают люди, которые ждут переливов, и под них падают люди, которые ждут переливов, то, знаете, это скоро закончится. У вас не может быть активного прогресса в такой структуре. Да, может быть, вам повезет, и таким образом вам ждунов накидает целую структуру. Но будьте готовы к марафону в таком случае. То есть, если вы пришли сюда участвовать в марафоне и ждать переливов, то будьте готовы ждать. Будьте готовы продлевать активность каждый квартал в течение двух-трех лет. И да, вполне возможно, что за это время система накидает вам столько, что вы будете довольны. Но не ждите от марафона мгновенного заполнения, если вы сами не проявляете никакой активности. Поэтому, если вы недовольны своим участием в марафоне, начните с себя. Спросите, почему вы ничего не сделали за три месяца. Почему у вас за три месяца слишком мало мест под вашей основной позицией, там дополнительными местами заполнены. Почему, в конце концов, взяв треугольник из семи мест, вы не удосужились ни одного человека пригласить за три месяца и получить от каждого из них по четыре перевода. Вы что, идиот? Ну, извините, да? Только идиот может так сделать, на мой взгляд. Вот, поэтому, надеюсь, что здесь присутствуют люди только умные, и моя реплика не относилась ни к кому из вас. Но в целом, я вам думаю, что донес, чтобы вы не заблуждались. Еще один момент важный. Вот здесь вот, на этом слайде. Графически здесь показан процесс начала заполнения структуры, да? И вроде бы как выглядит, что заполнение идет вот прям по уровню, то есть как будто бы сейчас вот здесь вот уровень заполнится, начнется заполнение следующего, потом следующего. Но, простите, да? Это придумали вы сами, да? Здесь такого не нарисовано. Вот. И если вы почитаете, вот здесь вот четко написано, да? То, что в момент активации место участника перемещается вверх и занимает первую свободную позицию под местом его ближайшего вышестоящего партнера в сообществе World, который уже участвует в буквальном марафоне. То есть это означает, что попадать люди могут только под своих спонсоров или под вышестоящих спонсоров. Соответственно, это уже говорит о том, что не сплошняком идет заполнение структуры. То есть не сначала там шестой уровень заполнился, потом начал седьмой, потом восьмой. Нет, нет, не так идет заполнение структуры. Не сплошным потоком, не в порядке общей очереди. А заполняется структура активно там, где есть активность, да? То есть вот как здесь вот. Вот эта ветка может вообще не заполниться, а это может уйти вниз на сто уровней. Да, и такое возможно. И такое часто происходит. И у меня тоже вот, например, одна ветка ушла вниз глубоко-глубоко на 50 уровней, а справа, например, правая там ветка, она слабая пока что. Вот это нормально, абсолютно это вы должны понимать. Конечно, в ваших интересах найти там двух лидеров равноценных, поставить их в обе ноги, в бинар там слева и справа, а самому сидеть и попивать какой-то напиток интересный. Вот, ладно. То есть не должно быть некорректности понимания. Если вы внимательно почитаете презентацию, вот эту вот, которая здесь есть, то вы нигде не найдете, что вам что-то обещано прямо гарантированно, да? Здесь везде написано «может составлять», там, «могут попадать в вашу структуру». Возможно, да, то есть это все возможно, но понятно, что здесь нигде не написано никакой гарантии. Единственная гарантия, которая здесь написана, это четкие суммы. То есть да, если у вас активируется место, вы четко получаете фиксированную сумму, которая заложена в маркетинге. Поэтому не надо обвинять марафон или там организаторов в том, что они здесь что-то некорректно писали, в том, что они тут кричат, а, там, все, стремительное автопостроение, давайте мне стремительное, я хочу прям вообще стремительно, да? Друзья, вы должны понимать, что есть рекламные тексты, где машины там в космосе летают, да, и все есть, это реклама, а есть оферта, есть договор, то есть разные вещи. А вы должны включать голову. Но, опять же, надеюсь, что это не относится к нашим здесь присутствующим людям, потому что все они с головой. Ну, по крайней мере, нам а так голова вроде как у каждого присутствует. Так, давайте дальше. А что у нас дальше-то? Вы на вопрос ответили и сказали, что все хотят активно приглашать. Ну, отлично, значит, все у нас активно приглашают, никто переливов не ждет, и переливы возникают у вас просто как следствие вашего активного приглашения. Сегодня вы дали кому-то перелив, завтра вам поступил перелив от спонсора, и всем хорошо, да? Вот, поэтому не будем больше на этом внимания заострять. Так, что еще важно знать при продлении мест? Вернее, если место не продлится, то оно удалится, и его будет уже не восстановить. Да, вы это поняли. Ну, да, человек будет иметь возможность, конечно, активировать новое место в любой момент, но это уже не гарантирует ему, что он попадет туда же, где он находился ранее, потому что, скорее всего, он попадет в какие-то более низкие позиции, в менее выгодные и так далее. Кроме того, если под ним была сформированная структура уже, как мы смотрели, да, на примере, то он эту структуру навсегда потеряет, гарантированно навсегда ее потеряет. Ну, если вдруг только не случится чудо, и он снова не попадет в ту же пустую ячейку, с которой только что ушел, успеет там, да, каким-то образом ее снова активировать, и прямо по алгоритму он туда же попадет. Может такое быть, но это не точно. Вот, видел от вас сообщение тут о том, что скорее бы наступил тот самый момент, когда можно будет бронировать места и попадать вот на эти пустые позиции, да, вот тут, по-моему, да, Алекс, Екатерина. Ну, смотрите, вот давайте разберемся. Момент такой, наступит скоро, во-первых, да, то есть, ну, момент удаления мест. Вот послезавтра, через двое суток, то есть ночью, в час ночи 13 марта уже все места будут удалены непродленно. Вот. И факт в том, что тут нужно смотреть на алгоритм расстановки мест. Если у вас уже есть места, то вы, покупая дополнительные места, попадете под свое основное место. Вы не попадете в куда-то другую структуру. То есть ваши дополнительные места могут занимать только под вашим основным местом. Ну, и вы, конечно же, будете это видеть, то есть вы сможете прогнозировать, куда попадет ваше место. Потому что вы видите эту структуру со своего основного места и видите, какая ячейка является первой свободной ячейкой сверху вниз, слева направо. Ну, по крайней мере, на пяти уровнях это вы прямо вообще очень наглядно увидите. Если же вдруг у вас еще нету места в марафоне, то вы должны тогда, то есть как вам прогнозировать, вы должны узнать, ваш спонсор в Whole World участвует в марафоне, да? А какая у него позиция там будет первая свободная сверху вниз, слева направо, да? Покажет он вам ее? Я не знаю, вот, да? То есть, ну, можно так пойти, да? Можно как-то еще. Вот. Кто-то думает, там, под компанию попасть, но опять же, у компании нет как такового понятия попасть под компанию. Это все равно попадание под какого-то спонсора, то есть самого его верхнего. Ну, допустим, то есть вы должны, не знаю, там, просто быть зарегистрированы под каким-то спонсором, который стоит выше всех, и под которым удалились места, и чтобы это попасть. Так, вижу, тут пошли вопросы, но на самом деле пишите, пишите. Я сейчас перейду к ответам на вопросы, у нас есть еще один важный такой этапчик. В конце конференции мы будем проводить розыгрыш. Конец конференции уже вот-вот наступил, поэтому розыгрыш мы будем проводить прямо сейчас. И мы разыграем призы на сумму более 250 долларов. Это будет три места в бизнес-автомате. Это будет пять уникальных ссылочек в зоне .ru и десять пятидолларовых пин-кодов. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, сейчас я вам скажу, что нужно сделать. Сейчас я вам дам ссылочку для регистрации в розыгрыше. Вот по этой ссылочке переходите сейчас. У вас должен быть открыт личный кабинет, и система вас автоматически зарегистрирует в розыгрыше призов. Ну, а пока что я буду отвечать на ваши вопросы. Вы регистрируйтесь, напишите свои вопросы, и через минутчик пять, ну или когда я отвечу на ваши вопросы, мы уже перейдем к розыгрыше. Так, что у нас здесь? Кто-то приглашает, но толку мало. Вот на это я обычно говорю, что количество всегда переходит в качество. Просто неизбежно. Ну, если уж совсем у вас что-то не получается, ну, измените, измените процесс своих приглашений. То есть, если он неэффективен, то начните делать что-то другое. Купил одно место и вернул 27. Ну, Сергей, то есть у вас, вы должны понимать, да, то, что у вас пошел прогресс. Под вами, под вашим местом начала заполняться структура. Конечно, если вы вернули 27, это значит, 27 мест уже под вашим местом заполнено. Это просто отличнейший результат, и однозначно вам нужно продлевать его, и следующий квартал у вас будет намного эффективнее. Однозначно. Кроме того, вам нужно всем коннектиться с командой, с партнерами, с участниками, которые находятся в вашей структуре. Теперь у вас есть для этого возможность, вы видите все их контактики. Знакомьтесь, коннектитесь, и создавайте уже такой прям комплекс активных действий своих собственных совместных. Это будет вам только плюс. Ну вот, да, ждуны. И, Ирина, такие ждуны, они еще, как правило, недовольны оказываются. У меня не растет пока структура. Переливы возможны. Возможно? Возможно, да. Попробуйте сказать, что невозможно. Конечно, невозможно. Если есть активные места, то покупая дополнительные уже не займешь пустующую. Выше своей... Да, верно, Андрей. Если вы покупаете места со своего аккаунта, у которого уже имеется основное место, то все ваши дополнительные будут следовать за вашим основным местом. Поэтому если вы хотите вдруг попробовать вот такую интересную загогулину провернуть, то вам нужен другой аккаунт, который еще не участвует в обладательном марафоне. Ну, можете его, например, зарегистрировать на своего родственника, например, который не против это сделать, и зарегистрировать именно под тем спонсором, у которого ожидаются вот такие пустые места. Так. Что еще тут? Ну, вроде бы все, да? Здесь больше не было. Посмотрим. Выше вопрос. Так, вот Виктор Лиза говорит. Мои хорошие друзья, терпение, терпение надо иметь. Первые три месяца у меня по нуля. Ну и что? Сразу все бросить? Никогда не задаю себя и до самого конца. Причем всегда помню о цели марафона в первую очередь. То есть цель марафона, да? Кстати, хорошая идея. Потому что у нас с вами написано, что какова бы ни была ваша личная финансовая мотивация, помните, что главная цель – это помощь тяжелобольным детям, да? Участие в марафоне. Да, вот правильно Виктор говорит. Перевод с материальной помощью, когда все заполнено будет, придут и не задержатся. Это именно так и будет. Так, ну, без вопроса ответил вроде бы. Про то, что только новички могут попасть выше. Да, я ответил уже на Андрея Ломовцева вроде бы вопрос. Желательно зарегистрированные под вами. Я не говорил этого. Не могу отвечать на этот вопрос, иначе будет неправильно. Так, купил одно место, получил 246 долларов. Вот, Светлана, да? Представьте, если бы купили три места. Так, бронировал одно место, получил 3 доллара. Такого тоже можно. Можно, да, можно такое. А кто-то мог вообще не получить ничего. И такое тоже можно. Ну, за три месяца. То есть, система говорит о том, что максимальный доход на одно место за три месяца – это 5854 доллара. Минимальный доход – 0 доллара. Вот в этих вот пределах может заключаться ваш доход. То есть, все это абсолютно реально. Это не является ошибкой. То есть, заполнились под вами места, согласно алгоритму. Получили денежку. Не заполнились – ну, значит, это произошло, потому что не было такого события, чтобы под вас попал кто-то. Вы никого не пригласили. Ваш вышестоящий партнер тоже почему-то не пригласил. Ну, соответственно, не заполнилось под вами. Не дошла до вас очередь переливов. Ну, у вас два варианта. Либо ждать дальше и, может быть, проявить собственную активность, либо не ждать и покинуть, не продлевать места. То есть, всего-то на все два места. Два варианта. Так, ну что, давайте посмотрим, что там у нас с регистрацией розыгрыша. Где у нас розыгрыш? Посмотрим. Так. 52 человека зарегистрировались. 52 человека. Это хорошо. Что? Ну что, приступаем? Приступаем к розыгрышу. Друзья, я закрываю регистрацию. И запускаю розыгрыш. Пишет, розыгрыш успешно завершен. Давайте я сейчас сниму вам ссылочку. Лучше приглашать наших, нежели иностранцев. Ну, тут можно поспорить. Особенно Владислав Фролов с вами, наверное, сильно поспорит, потому что он специализируется только на иностранцах, по-моему. Ну, есть свои нюансы. Иностранцы более платежеспособны, но слабее понимают смысл. На мой взгляд, это так. Хотя бывает и наоборот. Так. Так, вот вам отправляю ссылочку. Вы сможете ее сейчас открыть, чтобы увидеть то же самое, что я буду показывать. А я вам сейчас обновлю страничку и покажу, как у нас распределились призы. Ну что ж, вот они, призеры. Пятидолларовый пин-код получает Денис Заведонов. Уникальную ссылочку Николай Коломейцев. Еще одну ссылочку Радис Нурдинов. Пин-код Фарид Абузаров получает. Петр Минеев пин-код. Галина Шкурин. Долларовый пин-код. Светлана Фролова. Пятидолларовый пин-код. Алексей Агапов. Уникальную ссылку. Место в бизнес-автомате достается Светлане Воронцовой. Это самый ценный приз, мне кажется, на данный момент. Еще две таких есть. Так, Виктор Клышко. Пятидолларовый пин-код. Игорь Прокопенко. Уникальная ссылка. Екатерина Калабина. Пять. Пятидолларовый пин-код. Александр Макаров. Бизнес-автомат. И Ермек Калькенов. Бизнес-автомат. Йоханнес Эрич. Пятидолларовый пин-код. Зашел к нам. Товарищ из Германии. Прикольно. Надежда Мироненко. Пятидолларовый пин-код. Ольга Лебедева. Пин-код. Парис Маккелов. Уникальная ссылка. Ну, а остальные остались без призов сегодня. Но, я думаю, что не обделенными. Так или иначе, поскольку информация была у нас, думаю, полезной для всех. И надеюсь, что завтра, а может, уже и сегодня, вы начнете ее применять. Друзья, у вас есть время, которое нужно потратить с пользой. Возьмите, зайдите в свои структуры. Посмотрите, кто из ваших партнеров по каким-то причинам пропускает выгодное продление. Подскажите ему. Может, просто люди не знают, что они находятся в таких выгодных позициях. И не могут это каким-то образом анализировать. Хотя они, конечно же, могут смотреть на свою структуру. Мы, со своей стороны, в любом случае еще раз ссылочку завтра им отправим. В том числе и смс-очки, чтобы они зашли, посмотрели визуально на свои структуры заполненные. И не упустили все-таки этот шанс остаться на выгодных позициях, чтобы приблизить себя к вот этой вот замечательной цели заполнения всей своей структуры и получения классных вознаграждений. Ладно, все, больше часа мы здесь сами сидим. Очень здорово, что у вас сегодня много с нами. В общем-то, думаю, что в ближайшее время должны провести мы еще пару вебинарчиков обучающих. Как только появятся новости, обязательно это сделаем. Поэтому спасибо, что пришли. Всем желаю огромных успехов и до скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok